вот такие блинчики мы сегодня приготовим хочу вам рассказать прекрасный просто изумительный рецепт и вот это вот намазка у меня очень интересная шоколадная внутри я начинила сладким сырочком у меня из магазина можно самому сделать это любой берете сыр хороший добавляйте сметану сахар ванилин все перемешиваете по вкусу у меня рецепт есть на канале могу оставить ссылку в комментарии вы знаете это не блинчики это пирожные они настолько вкусные сейчас я покажу вам какие готовы вам соединила ингредиенты сейчас перемешиваю вот я не сказала что нужно обязательно здесь иметь все ингредиенты комнатной температуры рассеиваю муку можно в два приема но здесь один стакан можно и в один прием все перемешиваю так чтобы было без комочков обязательно венчиком потому как венчик лучше перемешивать чем лучше когда мы полностью вымешиваем это тесто вот так вот перемешаем без комочков добавим 1 стакан 200 миллилитров кипятка тесто готово вливаем стакан кипятка кипяток тоже постепенно я вливаю чтобы не заварить сильно тесто все хорошо перемешиваю вы знаете вот это вот кипяток дает очень много в том плане что когда мы будем жарить блинчики обжаривать то они не рвутся очень тонкие очень нежные и прочные такие знаете ажурные прекрасные это вот за счет вот этого кипятка заварного такого теста тесто получается очень вкусное я готовлю эти блинчики не первый раз но сегодня они у нас будут интересные очень начинкой оставайтесь со мной пока и расскажу вам что я буду делать для начинки это будут даже не блинчики но просто пирожные на этом этапе вливаю 3 столовых ложки растительного масла ну вот так с маслом перемешиваем хорошо и оставляю минут на двадцать после цель за это время я сделаю такую начинку интересную очень готовлю интересную начинку это будет у меня творожок такой у меня купленном магазине сладенький но вы можете взять творог обычный добавить сахар сметану можно взбить блендером а можно просто перемешать силкой я возьму готовый такую пасту творожную сладкую ну и приготовлю еще вот шоколадную пасту такую очень вкусную для этого я возьму 100 грамм солнечного масла 50 грамм теплого молока ванилин какао порошок 2 столовых ложки 2 столовых ложки сахара одна четвертая чайной ложки соли все соединю и блендером погружным блендером забью все ингредиенты соединила ванильный сахар у меня 5 грамм остальные все как я сказала взбиваю блендером погружным начали немного перемешаю какао порошок чтобы не разлетался в разные стороны затем начну взбивать блендером я уже готовила эту пасту она очень вкусная вот так для того чтобы этот порошок не разлетелся в разные стороны ну вот я взбиваю блендер и паста густеет на глазах покажу вам результат вот такая паста получается она очень густая посмотрите какая красота такая эластичная красивая блестящая и на вкус я вам честно скажу шоколаднее не бывает это очень вкусно ну вот это я буду сейчас оформлять блинчики когда мы еще с вами поражаем это очень вкусно готовьте обязательно такую пасту ее можно для тортов для фироса и так далее первые блинчики я только один смазывала сковородку остальные коротко не смазывается наливаю очень тонко это половина паломника получается они не рвутся когда переворачиваешь и такие вот румяные получаются очень вот такие румяные и очень азурные ну вот этот блинчики опеку на меньшем огне и уже нету таких вот ажурности дырочек нету поэтому огонь должен быть больше среднего иначе они не будут дырчатые такие вот ажурные ну вот испекла я блинчики посмотрите какие они получились тончайшие но просто вообще ажурнейшие вот какие они ну как вот вы любите еще показывать вспоминать их вот так вспоминаются они вообще необыкновенные блинчики они на вкус прекрасно я пекла разные но остановилась на этих они мне больше всего рецепт нравится посмотрите какие они прозрачные ажурные изумительные начиняем для начала я их разрезу просто вот так вот на две части шоколад свой кондитерские мясочки у меня сладкий творог с магазина вы можете сделать сами наполовину блинчика ведь он разрезанные я складываю творожок посередине и сейчас шоколадную пасту у меня на весе вот таком мешочке кондитерском я буду так вот ее накладывать на творожок вкусно красиво можно некрасиво все равно сейчас завернем вот так сейчас заворачиваю один конец сюда а второй конец отсюда заворачиваю так блинчик готов засуну на тарелочку и украшаю снова пастой шоколадным это паста шоколадная но очень вкусная и блинчики получатся просто не блинчики а пирожные еще показываю наполовину блинчиков посередине видите как посередине положила творожок и сейчас на него из этого кондитерского мешочка нашу шоколадную пасту вот так и сворачиваю с двух сторон кончики вот так заворачиваю и с другой стороны получается такой треугольник и этот блинчик украшаю шоколадной пастой ну и так далее ну вот я половину уже украсила собрала блинчики еще вторая половина не сделана у меня но они получились видите какие красивые вкусные но это пирожные не блинчики готовьте обязательно именно так это очень вкусно